Здравствуйте! На фоне нагнетания ситуации на востоке Украины, а также накапливания России военной техники на границе с Украиной, Евросоюз и США разрабатывают новый пакет санкций против РФ. Как это ударит по российской экономике на фоне стремительно дешевеющей нефти? Об этом сегодня в программе «Важный день». Обсудим с важными гостями. Василий Яблонский, политолог, заместитель директора Национального института стратегических исследований. Добрый вечер! И Владимир Панченко, программный директор Киевского международного экономического форума. Прошу прощения, здравствуйте! Итак, Европейские Союзы и Соединенные Штаты обдумывают новые санкции против российской экономики отдельных лиц и боевиков после сообщения о введении танков, артиллерий и войск на восток Украины. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на дипломатов в близких переговорах. По данным издания, представители ЕС и США в четверг уже обсуждают введение нового пакета санкций против России. Наиболее вероятным первым шагом будет введение индивидуальных санкций против украинских сепаратистов и россиян, имеющих отношение к проведению выборов на Донбассе 2 ноября. Василий, насколько реально введение очередного пакета санкций против России и когда это произойдет? Ну, скажем, то, что Вы назвали три шага или три уровня санкций, очевидно, первый наиболее простой и он не будет вызывать ни у кого каких-то возражений. Поскольку есть люди, которые еще не осанкчены, те, которые принимали активное участие в так называемых выборах 2 ноября и, очевидно, эти люди первые попадут под санкции. Ну, а введение людей в этот список? Как отразиться на экономике, на политике? Это как-то может иметь какое-то влияние? Я думаю, что на политике и на состояние этих людей отразится. Второй уровень санкций – это, очевидно, секторальные санкции, которые могут стать более жесткими по отношению к энергетической отрасли, российской финансовой отрасли и оборонной. И это уже, скажем, довольно больно. И можно говорить еще о третьем уровне санкций, когда была такая загадочная фраза – санкции будут касаться еще тех сфер и тех людей до этого времени, которое они еще не касались. Возможно, это какой-то такой завуалированный сигнал высшему руководству Российской Федерации, поскольку мы знаем, что это довольно-таки богатые люди и, очевидно, не все деньги они держат в Российской Федерации. Василий, вы говорите, что введение очередного пакета санкций против России у всех стран не вызывает сомнения. Действительно ли все страны Европейского Союза лично могут утвердить и единогласно утвердить очередной пакет санкций? Мы можем говорить о безболезненном утверждении санкций, которые касаются первого этапа. Это санкции к определенным людям, которые были вовлечены в так называемые выборы 2 ноября. Что же касается секторальных санкций и вот этих вот более загадочных санкций, конечно, здесь будут дискуссии, поскольку санкции это как бы дорога с двусторонним движением. Вводя санкции против той или другой страны, страна, которая вводит или общество, которое вводит эти санкции, оно тоже теряет. Поэтому, поскольку теряет в разной мере, поэтому каждая страна будет оценивать вот эти вот риски по-своему и, очевидно, могут быть страны, которые с меньшим воодушевлением будут воспринимать введение санкций. И, очевидно, для того, чтобы они пошли на это, им надо, очевидно, возместить в какой-то другой области, скажем, потери финансовые, которые могут быть от санкций относительно Российской Федерации. Владимир, как вы оцениваете вероятность введения очередного пакета санкций против России? Когда? Ну, в общем-то, лидеры Евросоюза, в частности, госпожа Меркель, они осторожно высказываются по поводу санкций, поскольку санкции и так очень глубоки. И поэтому я согласен с тем, что их можно и нужно вводить против отдельных индивидуальных лиц. Вполне вероятно, действительно, это может касаться все более высокого уровня, хотя, наверное, не Путина теперь. То есть, в любом случае, считается, что сделать невыездными первых лиц государства нельзя. Хотя, уже мы видим, авиаторы не могут никуда ездить, производители космической техники. То есть, это, на самом деле, очень болезненно, потому что даже невозможность поездки какого-то ученого на какой-то форум в долгосрочной перспективе, это замедляет экономический рост. Поэтому санкции очень больно ударили, они углубляют кризис. Сейчас интересно наблюдать за тем, как Россия воспринимает этот кризис. А вот давайте более детально об этом поговорим. Сначала об эмоциональном факте. То есть, на одном из первых каналов есть такая передача, называется «Зима близко». И эта передача носит такой интересный характер. Там рассказывается о погодных условиях, о глобальном похолодании, которое должно наступать. И о новом средневековье. То есть, обыватель России готовится к изоляции России уже такой полной, тотальной. И они говорят о том, что в средние века не было таких контактов глубоких. То есть, каждая страна была сама по себе. И, в принципе, снята риторика агрессивная по отношению к Украине. Скорее всего, политически передана уже вся агрессивность и дестабилизация в Украине ДНР и ЛНР, которые будут теперь уже действовать самостоятельно, как самопровозглашенные республики. Поэтому экономически они готовятся к самому худшему. То, что нефть упала там уже ниже 80 долларов, мы знаем, что каждый доллар падения нефти приносит 2 миллиарда долларов убытков российскому бюджету. Несмотря на то, что запасы золотовалютные высокие, 450 миллиардов, тем не менее, их не хватит в том случае, если запланированный на 16, 17, 18 год курс, который заложен в бюджет 96-98, он не будет соблюдаться, потому что уже есть прогнозы на следующие годы от 80 до 88. И поэтому они готовятся уже к очень тяжелым временам. То, что делается сейчас с пластиком, имеется в виду с пластиковыми картами, это вообще хаос. А расскажите, что происходит с пластиковыми банковскими картами? Ну, попытки, опять же, в изоляционизме воспроизвести то, что... Вы имеете в виду отключение от международных систем виза и мастер-карт? Да, но попытка сделать это, то есть докладывают даже в прямом эфире, Путину докладывают о том, что это невозможно сделать раньше, чем конец 15-го или даже конец 16-го года. Но установка сделать уже в 15-м году, то есть это уже какой-то такой шизофренический волюнтаризм, который даже выплескивается в средства массовой информации. Но это означает, что делать, в общем-то, непонятно что. На самом деле непонятно что, а это означает, что, ну, например, люди переходят на наличные, или люди переходят на бартерные операции. То есть это действительно погружение в средневековье, и понятно, что это замедление экономического роста. Если сейчас там даются осторожные прогнозы о том, что это будет 0,5%, вполне вероятно, что экономика начнет падать. И дальше действия, опять же, истерические, хаотические по отношению к Китаю. То есть там сила Сибири, этот... Газопровод. Владимир, чуть-чуть попозже вернемся к этой теме, обязательно очень интересную тему подняли. Василий, вот инициаторы очередного пакета санкций США и Евросоюз поясняют необходимость введения тем, чтобы стороны, которые участвовали в Минске в переговорном процессе, все-таки выполняли эти договоренности. Как мы видим, сейчас ни Россия, ни представители так называемых ДНР и ЛНР террористических организаций не выполняют Минский меморандум. После обведения, допустим, вот предположим, вводят этот очередной пакет санкций против лиц, которые причастны к выборам 2 ноября. Значит ли это, что эти лица все-таки будут вынуждены выполнять Минский протокол? Увы. Нет, конечно. Дело в том, что, во-первых, эти лица, они не есть самостоятельными политиками, они, как бы, вот их за ниточки дергают с соседней страны, поэтому, как бы, они, у них нет ресурса для того, чтобы проводить самостоятельную политику. Инфраструктура, предприятия, все разрушено, или большая часть разрушена на Донбассе и в оккупированных районах. И, собственно, без внешней помощи, это можно назвать гуманитарным конвоем, там еще как-нибудь, но дело в том, что вот эти вот так называемые республики, они абсолютно несостоятельные. Тем более, у них нет ресурсов для ведения боевых действий, у них нет ресурсов даже для того, чтобы поддерживать вот это вот войско в каком-то состоянии боеспособном, без внешней поддержки. Василий, вопрос в том, будут ли эти лица выполнять Минский протокол? Что тогда должно случиться, чтобы все-таки Минские договоренности выполнялись террористическими организациями ДНР и ЛНР, и Россия выполняла, самое главное, этот протокол? Ну, я думаю, что, ну, как бы понимая или пытаясь понять политическое поведение Путина, я сделаю небольшой прогноз, он может быть, как бы, пойти на какие-то шаги мирного характера уже, как бы, на основе новых соглашений. Минские соглашения, то есть, от них мало что осталось, по большому счету. Украина не будет поддерживать экономические и социальные программы на оккупированных территориях. Украина отменяет закон, собственно, который давал какие-то, скажем, преференции вот этим вот, этой власти, так называемой, и этим территориям, да. И не говоря о том, что перемирия как такового нет, ну, по крайней мере, со стороны боевиков и Российской Федерации. Филипп Бредлав, командующий войсками НАТО в Европе, он, как бы, сказал, что от этого перемирия мало что осталось. И это, вот, как бы, наверное, первая такая трезвая оценка со стороны западных союзников, когда было сказано фактически то, что есть на самом деле. Понятно. Так а что должно случиться, чтобы эти договоренности выполнялись? Что должно заставить боевиков выполнять их? Понятно, что они подчиняются Кремлю. Россия. А Россию, очевидно, вот, введение более эффективных санкций, поскольку Запад, ясное дело, воевать не будет. Ну, тогда выходит, что введение в этот санкционный список тех лиц, которые принимали участие в выборах 2 ноября, неэффективен? Он эффективен в плане справедливости, как понятия, поскольку любое преступление, оно должно быть наказано. В данном случае эти люди совершили преступление, и поскольку других механизмов в данный момент понести, ну, скажем, придать их наказанию определенному, нет. Поэтому санкции – это небольшая часть вот этого вот процесса. Кстати, о том, что может Россию подвигнуть, как бы, стать более податливой. Мы можем говорить еще о том, что последние цифры социологических опросов 72%, если я не ошибаюсь, россиян, готовы поддерживать вот эти антисанкции, которые Россия ввела против Запада и против Украины, а 75% россиян уже почувствовали повышение цен и, как бы, вот проблемы с кошельком. И вот эта любовь к Путину, она может быть очень большая, но когда эта любовь требует заползать себе в кошелек и платить за эту любовь, это уже не любовь, это как бы любовь за деньги, это как бы по-другому называется уже. Понятно. Владимир, украинская власть четко сказала, что захваченные террористами территории не будут поддерживаться экономически, замораживаются социальные программы, но вместе с тем пенсии насчитываются, и если люди захотят получить пенсию, они должны выехать на ту территорию, которая контролируется украинской властью, и получить их. Но возникает тогда вопрос, смогут ли террористы финансово обеспечить этих людей, поскольку вот не так давно появилось заявление от так называемой власти, так называемых ДНР и ЛНР с призывом Киев не прекращать такие выплаты. А что же Россия? Почему Россия не помогает экономически этим территориям? Либо же она и не планировала это делать? Ну, на самом деле мы говорили о том, что влияют санкции или нет. Вот даже то, что Россия не признала эти самопровозглашенные республики после выборов, это один из показателей. Другое дело, можно сказать, что у Путина было несколько планов, и это воплощается уже план номер два, но в принципе признание этих республик планировалось. Значит, санкции работают, и они не осмелились двигаться дальше, чтобы не увеличить санкции, и это видно, и это есть даже в риторике российских аналитиков официальных, о том, что да, вот это вот якобы признание, но на самом деле не признание, оно предполагалось для того, чтобы не дразнить уже Запад. Но так называемые выборы 2 ноября Россия не признала. Не признала, я же об этом и говорю, что это боязнь новых санкций, но когда речь идет о том, что нужно финансировать, опять же, это не предполагалось, и в общем-то Запад, когда обращают внимание на этот вопрос, то они говорят о гуманитарной проблеме, они не говорят о проблеме экономической, безусловно, понятно, что невозможно никакие экономические процессы запустить на этих территориях, можно только говорить о гуманитарной помощи, поэтому действительно, если эти пенсионеры будут перемещаться сюда, они будут получать помощь. Кстати, во время выборов или перед выборами людей шантажировали в Луганске тем, что им выдавали эти социальные карточки, по которым они якобы могли бы получать там какую-то помощь и в общем-то пенсию, и люди из-за этого шли, и была явка. То есть, в общем-то, эти террористы, они так и объясняли, что вы не придете, значит, у вас нет никаких шансов здесь находиться, выехать невозможно, находиться не за что, то есть людей обрекают, в общем-то, на очень жалкое существование. А чем думали террористы, когда захватывали территорию, то есть террористы, ведомые Кремлем? То есть, об экономической части они не думали? Ну, если анализировать то, что считается, скажем, геополитическим планом Путина, то это и предполагалось, то есть несколько миллионов несчастных людей, готовых на все. То есть, вот теперь из них можно формировать какие-то добровольские батальоны, вот, и бросать на Украину и показывать, что здесь идет гражданская война. В общем-то, план Путина, он не поменялся с тех пор, как началось вторжение в Крым. Поэтому вопрос заключается, теперь он, как миротворец, ну, это как бы не моя область, но он, как миротворец, может говорить о том, что, смотрите, вот несчастные люди, они хотят, но каратели украинские, они их на границе убивают. Будут и инсценировки вот этих вот убийств на границе с Украиной. Понятно. Мы немножко отвлеклись от темы состояния и российской экономики, и российской политики, но, собственно говоря, вот мы сейчас затронули тему ДНР и ЛНР, так называемых террористических организаций. Вот эти организации сейчас настаивают на срочном проведении переговоров в Минске вместе с участниками вот той минской встречи, где и были заключены минские договоренности. Представители этих террористических организаций заявляют о том, что украинская сторона медлит с проведениями этих переговоров. И тогда вопрос возникает, должна ли вообще Украина вести переговоры с террористами и если нет, то тогда с кем вести переговоры? Ну, скажем, реализовывается сценарий преднестровский в том смысле, что Россия хочет выставить, как бы вот посадить за один стол переговоров реальную Украину, украинскую власть, законную украинскую власть и власть, ну, так называемую власть ДНР, ЛНР, которая поставлена на штыка, штыками с помощью автоматов или каких-то манипуляций, о которых говорил Владимир. И таким образом, как бы, умыть руки, сказать, что это не наше дело. Есть внутренний украинский конфликт, и вот давайте мы будем посредниками. То есть вот эта вот риторика об введении миротворческих сил со стороны России, то есть узаконить свои войска на вот этих вот территориях. Это еще один из вариантов, которые, ну, скажем так, готова Россия. Отсутствие, понимаете, вот проведение вот этих лжевыборов 2-го числа, и террористы хотят, как бы, следующей легитимизации. Вот, у нас мандат, у нас были выборы, а теперь мы хотим, как бы, полноценную власть, как бы. А кем признаны эти выборы? Никем не признаны. Ну, вы спросили о аризонах террористов, которые... Они, естественно, они могут долго, им тем более интересно продолжать эти... Почувствовать себя людьми, хотя бы в таком смысле, и быть на переговорах с участием Украины, власти Украины, России, Евросоюза. Это, как бы, понятие легитимности непризнанных. Даже таким способом, понятное дело, что они в строчке, там, даже если они что-то будут подписывать, они будут, как физические лица, то есть без каких-либо постов, без каких-либо регалий. Но, тем не менее, вот этот процесс, он, как бы, важен. И мы понимаем, что это, наверное, то, о чем я говорил несколькими минутами раньше. Это, может быть, даже попытка выйти на какие-то новые соглашения. И, возможно, Россия где-то ищет, возможно, какие-то точки соприкосновения, выработка новых решений. И, возможно, вот, как бы, вот, первые минские соглашения, они стоят как фундамент. Следующие, возможно, какое-то развитие, если санкции действительно будут вот так вот довольно-таки эффективно работать. Так Украина должна проводить переговоры с террористами из ДНР и ЛНР? Украина, понимаете, у нас, как бы, нет совсем выбора или проводить переговоры, или вообще не проводить переговоры. Дело в том, что достигнуть мир можно, конечно, если вести эти переговоры, и, прежде всего, переговоры с Российской Федерацией. Однако Россия всеми силами дистанцируется от этого процесса, выталкивая вот на авансцену террористов. Естественно, это, скажем так, надо сделать выбор. То есть мы хотим мира, и мы определенные моменты прописываем, и определенные моменты, ну, скажем так, и с этими людьми тоже, плюс гарантия Российской Федерации и Евросоюз. Хотя в это, опять же-таки, веры мало, поскольку не выполнены основные требования. Это проведение выборов под украинской юрисдикцией и контроль границ, государственных границ Украины, скажем, совместными усилиями украинскими пограничниками и российскими пограничниками. Вот пока Украина, пока не будет перекрыт, скажем, вот эти вот коридоры для поставки оружия и всего остального, введение переговоров, оно будет в значительной мере, оно будет служить ширмой для дальнейшей эскалации. Скажем, если государство не контролирует эти территории, будут там следующие, 8-й, 9-й, 11-й конвой, и будут поставляться вооружения. Понятно. Владимир, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, социального и пенсионного, в частности, обеспечения захваченной территории террористами, скажите, известно ли вам, Молдова платит в Приднестровье пенсии? Мне неизвестно, платит ли Молдова пенсии, но Молдова воспринимает это как часть своей территории. Хотя экономическая деятельность там отлажена, и там есть несколько очень эффективных предприятий, которые предыдущий президент Смирнов использовал фактически как свои, и они имеют экспортный потенциал, этого ничего нет у Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Поэтому даже вот этот шантаж с углем, что Украина не может покупать уголь в ЮАР, а должна покупать на Донбассе, это фактически попытка возврата какой-то экономической, вообще какого-то элементарного экономического уровня, хотя это невозможно сделать. На самом деле эти территории, они самостоятельно не могут существовать, и России нужно будет каким-то образом финансировать, хотя она будет вынуждать финансировать Украину. И, в общем-то, это будет один из элементов дестабилизации, то есть элемент дестабилизации военной, о котором мы говорим, он будет. Для Украины, кстати, и поддерживание вот этого, ну скажем, отрицательного инвестиционного имиджа, и поддерживание напряжения на... Даже вот у нас основная статья экспорта сейчас становится агропродукция. И, например, даже сейчас в этом году рост на 20%, по некоторым позициям 28%. То есть мы замещаем то, что не добираем по промышленной продукции, мы замещаем агропродукцию. Но если они, например, будут угрожать Одессе и Николаеву, то тогда международные покупатели будут находиться в постоянном напряжении, и тогда у нас будут, возможно, какие-то проблемы и на этом направлении. Понятно. А вот утверждение то, что Донбасс кормит всю Украину, это миф? Вот судя из ваших слов, что, по сути, сейчас эта территория не может самостоятельно экономически себя прокормить. Ну, на самом деле, этот миф давно был развенчан, и первые же еще в 2013 году аналитики, которые уже серьезно этим занялись, когда возник этот уже разговор, они получили, на самом деле, потрясающие цифры, что около 30 миллиардов гривен минус по показателям этого региона. Это если считать правильно, если считать все трансферты и все субсидии, то есть включая и угольную отрасль, включая пенсионное обеспечение, ведь у нас дефицитные пенсионные фонды, там, допустим, Франковск, имеет гораздо меньше дотацию на выплату пенсии, имел в той ситуации довоенной, чем, например, Донецкая или Луганская область. Поэтому, на самом деле, этот миф был несостоятельный. Другое дело, что там было ключевое, что 30% выручки валютной давал этот регион, и это очень важно для поддержания платежного баланса. Это действительно так. Что касается бюджетных расходов, то они, безусловно, превышали те доходы, которые поступали от этих двух регионов. Возвращаясь все-таки к теме нашей программы относительно того, будет ли введен очередной пакет санкций против России или нет, вчера на экстренном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр, постоянный представитель США при ООН, заявила, что США могут и отменить санкции против России, если ситуация на востоке Украины будет урегулирована. Далее ее прямая речь. Санкции будут отменены, если кровопролитие будет завершено. Заинтересована тогда Россия в снятии этих санкций? Либо же она просто не обращает на это внимания? Конечно, обращает и, конечно, она заинтересована. Но весь стиль политики, он не приемлет давления какого-либо. Путин выстраивает свое позиционирование как мировой лидер. И для него, скажем, такое отношение, какие-то санкции, какие-то вещи, которые унижают страну и его, они абсолютно есть, скажем так, неприемлемые. И он хочет гореть с позиции силы. Поэтому все вот эти телодвижения, нагнетание, накачка мускулов, скажем, на границе сейчас войска сосредотачивается, все такое, это игра перед саммитом 20-ки, очевидно. То есть Путин хочет сказать, что ему это все как бы ни по чем. Он есть самодостаточный мировой, даже не региональный лидер. Ему важно то, что он может проводить собственную независимую политику. Поэтому вот эти вот американские качели, или как бы сказать, политика кнута и пряника. Вот вам кнут санкции, а вот вам пряник, мы можем их убрать. Василий, но вместе с тем Россия нарочито меняет вектор на восточный. И Владимир Путин, заключив в Китае несколько договоров, как он говорит, выгодных для России, подтверждает это? Ну, это он говорит. Я не знаю, может, у Владимира есть более детальное. Соглашение, они начнут работать с 2016, 2018 и даже 2018 года. И не настолько они выгодны, скажем, по цене. Выгодны они для России или нет? Они не выгодны для России. Они убрали на 15 лет, например, по поставкам в Китай, 35 миллиардов в год кубов. Они убрали те налоги, которые должны поступать в бюджет. То есть они будут практически в чистую торговать, зарабатывая значительно меньше. И они пытаются продать туда самолеты, но кроме вежливых поклонов китайцев, пока они не продали суперджеты. На самом деле я согласен с тем, что вот эта игра Путина, она, в общем-то, это тоже гибридная война, но она не работает на высшем уровне. Против сильных она не работает. Она работает очень краткосрочно. То есть, например, даже посмотрите, как он вводил санкции против Евросоюза. То есть вначале это был шок. Первые несколько недель, когда Финляндия потеряла полностью рынок молочной продукции или там поляки со своими яблоками. Далее рынок начинает перестраиваться. Они получают субсидии, потому что в конце концов это было несколько миллиардов долларов. Много, но не смертельно для Евросоюза. И все, эффект исчезает. То есть вот сейчас никто в России уже не говорит о противосанкциях. Давайте вспомним, что было летом. Это была основная новость противосанкций. То же самое было бравурные всегда репортажи о том, что Россия легко справляется с внешними санкциями. Теперь этого уже нет, но это показывает, что не работает. Действительно, американская политика кнутопряника. Именно поэтому они не хотят вводить новые санкции, потому что они не действуют. Действуют старые санкции, а взорвавшийся Путин как бы на новые санкции не среагирует. Тем более, что он акцент перенес уже на территорию Украины. И теперь вводить против него санкции после того, как они, например, уже каким-то образом ввиду гуманитарной катастрофы, которая там обязательно будет, введут, в общем-то, войска. Им нужно будет вводить просто, чтобы спасать население. То есть населению будет нечего есть, нечем топить свое жилье, а это несколько миллионов людей, которые будут очень сильно страдать. Поэтому он скажет, что это же не относится к военному конфликту, и, в общем-то, у него будут шансы как бы даже оправдаться перед американцами. Да нет, ну, я думаю, что это как бы не совсем так, поскольку это тоже санкции. Если Путин ведет, возьмет на себя вот этот регион по жизнеобеспечению полностью, это санкции, которые лягут на довольно-таки тяжелым бременем, как по мне, на экономику России. Если Путин возьмет на себя обязательство поддерживать вот этот разрушенный регион, который мы же видим, то, что захват Донбасса, он проходил абсолютно по другому сценарию, чем захват Крыма. Крым как бы вот сразу он позиционировался как часть России. Здесь же уничтожается все и вся для того, чтобы вот питать, скажем, эти террористические... В России в любом случае три года продержится. Это вот Венесуэла, у них в бюджете заложено нефть по 115 долларов. В России все-таки на 20 долларов меньше, поэтому в любом случае американцы понимают, что какие бы санкции не были введены, вот если говорить об экономических санкциях, они России три года ничего не сделают. Да, будет замедление экономического роста, да, будут уходить технологии, но как бы население не будет ходить с голодными бунтами, там, ну, будет, в принципе, стабилизирован даже рубль, то есть он будет стабилизирован на более низком экономическом уровне, вот, но все, санкции уже вот такие не работают. Личные санкции могут работать, банки уже тоже перестроятся, они будут стагнировать, будет понижаться их инвестиционная привлекательность, там, какие-то банки, как Россельгосбанк, вполне вероятно обанкротятся, потом государство их поддержит, это будут опять затраты из бюджета, но этот процесс на самом деле не катастрофический, вот, даже при цене, там, 70 долларов, о которой говорят, но которая не продержится долго за баррель нефти, вот, все равно это не будет катастрофическим для России. Именно поэтому США и Европа осторожны в введении вот каких-то новых этапов, потому что, в общем-то, непонятно, что и вводить. Владимир, вот вы заговорили уже о нефти, декабрьские фьючерсы на нефть, марки Brent на лондонской бирже ICE, в четверг упали в цене до 79 долларов за баррель, а цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской и товарной биржи опустилась до 75 долларов 57 центов за баррель. По мнению Путина, он сделал такое заявление месяц назад, мировая экономика рухнет в случае сохранения цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель. Далее, вот, прямая речь Владимира Путина, если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим под 90 долларов за баррель. Корректировки есть, они связаны с объективными обстоятельствами. Но вот сейчас мы видим, баррель нефти стоит уже меньше 80 долларов. Все, экономике пришел конец мировой. Нет, ну, действительно, там же поквартально выставляются цены, поэтому в январе соберутся ОПЕК, уменьшат производство, и цена выровняется до 88, или сколько. Поэтому, да, вот этот краткосрочный период, он болезненный, но нужно понимать, что вот взорвавшиеся, скажем, дипломаты, в общем-то, они оскорбляют не только ведь Украину, они против арабских стран позволяют себе, скажем, недопустимые высказывания, и, в общем-то, это один из элементов. Все пытаются понять, откуда такая низкая цена, почему этот масонский заговор в Америке нет. Нету масонского заговора, есть уже, в общем-то, обиженные в арабском мире. То есть, как бы, попытка вести себя гегемоном у России не получается. То есть, это просто нахальный школьник, который там задирается к старшеклассникам. И так это выглядит. Поэтому экономика не рухнет, потому что нефть выровняется. И, на самом деле, да, корректировка идет по 2015-2016 году, но там на 6 долларов, то есть, было там 94, там это будет теперь 88. Владимир, но есть прогноз относительно того, что нефть к Новому году подешевеет еще до 70 долларов за баррель, а в январе она может опуститься до 65. Такой прогноз публикует американский финансовый конгломерат Джипи Морган Чейз. Ну, и пока непонятно, что, в общем-то, делается с новыми видами энергии, которые как-то так прорываются сквозь вот эту вот риторику. Поэтому, если это произойдет, то нефть может падать, но это будет означать новый тренд и перестройка экономики на новые энергетические ресурсы. Но пока мы этого не видим, пока это мифы. Вот, пока что мы знаем, что будет заседание ОПЭК, которое в январе примет решение о корректировке добычи и откорректирует, соответственно, на нужный уровень. Опять же, падение на короткий период, оно болезненно, ну, с той точки зрения, что недополучают деньги безусловно. Там Россия продает 145 миллиардов долларов получает за нефть, значит, она будет получать на несколько десятков меньше. Но, опять же, это же не означает возврат к 12 долларам, как когда-то было. Это в любом случае регулируемо. Поэтому, на самом деле, Путин правильно говорит о том, что экономика не может долго выдерживать, но этого долга и нет. Более того, эти колебания в коридоре 120-80, они являются обычными, хотя те, кто работают на рынке, связанном непосредственно с этим, с этой продукцией, например, как химическое сырье, для них это необычайно болезненные все флуктуации, потому что, ну, очень сложно работать в таком диапазоне, что поквартально, а такое было, поквартально цена меняется в очень сильном диапазоне. Поэтому ничего страшного с экономикой катастрофического не произойдет пока. Василий, возвращаясь к ситуации в Украине, на Донбассе, и, в частности, ситуации с аннексированным Россией Крымом. Есть мнение, что Владимир Путин оставит Донбасс в покое лишь тогда, когда мировое общество забудет о Крыме? Ну, опять же таки, это довольно-таки смелое предположение, поскольку есть прецедент, Крым стал прецедентом, когда пересмотр фактически послевоенной системы безопасности мировой и европейской вот случилось по прихоти одного человека или даже одной страны. Фактически подрыв всех основ договоренности цивилизованных государств, он произошел вот в этом году. И мир не готов жить так. Скажем, вот Будапештский меморандум о гарантиях Украины, он как бы был подписан как меморандум, очевидно, это недоработка молодой, тогда еще украинской дипломатии, надо было как бы этот меморандум разворачивать в договора, но дело в том, что Россия и даже вот большой договор о дружбе с Украиной, большое ей сотрудничество, она как бы тоже поправила. И фактически все договоренности и по Чемноморскому флоту, то есть вот этим движением передела границ, разрушила вот этот довольно-таки хрупкий баланс сил, и фактически Европа, особенно Европа, стала или была не готова к такому развитию ситуации. Поэтому, конечно, есть большой соблазн как бы отдать Крым и взамен произвести такой торг, но дело в том, что мне кажется, у Путина есть как бы далеко идущие планы и по Приднестровью. Ну хорошо, какие планы? Мы видим сейчас, что Путину Донбасс не нужен, экономически он поддерживать его не будет. Сейчас полностью разрушена инфраструктура любая, экономическая, дорожная, транспортная и так далее. Мы забываем о том, что вот этот беспредел, который сейчас есть на Донбассе, это реакция на стремление Украины в Европу. И то есть мы должны понимать... Украина четко заявила, что Украина будет проевропейский вектор. Путин тоже. Значит ли это, что Путин не остановится? Да. То есть вся концепция русского мира, которая как бы есть в основе политики или это, скажем, такая оболочка вот этой агрессивной политики. Дело в том, что как бы нужен, всегда нужен какой-то миф, нужна какая-то идея. Когда-то это была Российская империя, потом это стал коммунизм. Сейчас вот как бы попытка возродить величие России, основываясь на русском мире, на собирании земель, на защите русскоязычных или русских, даже если они этого не хотят, россияне из России будут их защищать дальше. Поэтому вот эти новые вызовы, которые перед европейской мировой системой безопасности, странам, хотя есть вот соблазн, о котором я начал говорить, признать и как бы закрыть вот эту тему, оставить Крым, Россию. Но это означает тогда, что это прецедент в мире. Вот мировой порядок, он будет рассыпаться. Поэтому я не думаю, что странные лидеры пойдут на такой путь. Василий, еще один вопрос, очень коротко попрошу ответить на него. В январе 2015 года пройдет традиционно экономический форум в Давосе. Несмотря на санкции, Владимира Путина пригласили на этот форум. Но, как стало сегодня известно, Владимир Путин отказался принимать участие. Кроме того, пресс-секретарь, премьера российского Медведева также сообщил, что и Медведев не поедет на этот форум. Что бы это значило? Ну, это значит то, что как бы результатов, которые могли быть выгодны России в Давосе, российская сторона не ожидает получить. Поэтому как бы лучше... Зачем тогда российские банки становятся спонсорами этого мероприятия? Путину просто неприятно после Милана быть нерукопожимаемым. То есть, ну, в конце концов, это унижение. Если он, например, едет в Китай, и он там полностью рукопожимаемый, он часть мирового какого-то нарождающегося региона, то при этом, когда он приезжает в Милан, и к нему приходит президент Италии, это просто унизительно. Поэтому банки могут идти, они будут делать свои обеды, там банкам все равно нужно поддерживать какой-то имидж. Но конкретно ему лично это неприятно, и это для имиджа губительно, поэтому этого не нужно делать. Любой, как бы, его руководитель пресс-службы и те, кто занимается его имиджем, они скажут, этого делать нельзя. То есть уже было два таких случая, поэтому сейчас пока не нужно это делать. Василий, 20 секунд у нас еще один вопрос, очень коротко. Очень скоро состоится в Австралии саммит Большой Двадцатки. Там также будет Владимир Путин. Он единственный, которого сопровожвождает большое количество российских военных кораблей. Как вы можете охарактеризовать этот знак? Он боится. Он боится, что его, как военного преступника, могут арестовать, и поэтому ему надо вот такая поддержка. Ну и я думаю, вот эта боязнь, она прячется за этими, как бы, за какой-то мощью. Хотя российский флот, он, ну скажем так, далеко не самый сильный. Можно ли сказать, что это просто игра мускулами? Это попытка, как бы, показать, это игра, скажем, даже не мускул, это просто игра на публику, и это какой-то, ну скажем так, это какая-то защита. И я думаю, что он все-таки боится быть даже арестованным. Через несколько минут выйдет выпуск новостей, подготовленный моими коллегами из службы информации телеканала БТБ. Там вы узнаете о последних событиях в стране и мире. На этом все. Я благодарю гостей за участие в программе. Завтра здесь, на телеканале БТБ, в 21 час по Киеву, как всегда, выйдет программа «Важный день». И здесь, на этой площадке, будет обсуждаться топ-тема дня завтрашнего. Тихого и спокойного вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова